Уважаемые товарищи, дорогие друзья, как вы знаете, в этом году во Владивостоке мы открываем филиал Нахимовского училища, военно-морского училища, где все сейчас и находимся. Я уже говорил, сейчас выступаю перед воспитанниками, мы протестировали два учебных заведения в Севастополе и здесь, во Владивостоке, в качестве кадетских училищ и пришли к выводу о возможности создания на их базе филиалов Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. От посещения в своё время Севастопольской площадки, а сейчас и Владивосток, у меня остались самые лучшие впечатления. Здесь постарались создать все условия и для жизни, и для полноценной учёбы. Много внимания уделили возможностям дополнительного образования и творческой реализации воспитанников. Наша задача – поддержать стремление молодёжи служить Отечеству. И отрадно, что здесь мы можем опереться на опыт и традиции таких прославленных учебных заведений, как Нахимовское военное Санкт-Петербургское училище. Считаю важным, что Нахимовцы теперь будут готовить ещё и во Владивостоке, и в Севастополе. Кстати говоря, у Министерства обороны есть поручение создать такой же филиал в Мурманске, с тем, чтобы те молодые люди, которые любят море, стремятся связать свою жизнь с морем, были максимально приближены к нашим флотам – Балтийскому, Тихоокеанскому и Северному флоту. Я исхожу из того, что здесь будут созданы единые подходы к организации учёбы и практики. Сохранена преемственность педагогических и военно-морских традиций. Давайте начнём с севастопольского филиала. Пожалуйста, слово Владимиру Владимировичу Пискайкину. Товарищ верховный главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации докладывает капитан первого ранга Пискайкин. Все мероприятия, связанные с формированием в городе-герое Севастополе филиала Нахимовского военно-морского училища, выполнены. Организация повседневной деятельности, учебного процесса, воспитательной и методической работы, развитие учебно-материальной базы, интегрировано в единую систему довузовского военно-морского образования. В филиале реализуется учебный план головного учебного заведения. По типовой программе, единым учебникам и методическим материалам, разработанным в Нахимовском военно-морском училище, преподается курс «Основы военно-морской подготовки» и другие предметы. Активно проводится модернизация базы для морской подготовки воспитанников. Как и в Нахимовском военно-морском училище, она уже включает морской тренажер, тренажеры по флажковому семафору, освоению сигналов с светом и азбуки Морзе. В дальнейшем планируется оборудование сигнального мостика, поставка автопрокладчиков и другого штурманского оборудования. Филиал в полном объеме переведен на военно-морской уклад жизни. Лучшие воспитанники назначены старшинами классов и командирами отделений. Им присвоены специальные звания, принятые в Нахимовском военно-морском училище. Одной из наших основных задач является развитие морской составляющей воспитания и обучения. За классами и курсами филиала закреплены корабли, части и соединения Краснознаменного Черноморского флота. Кураторство филиалом осуществляет Черноморское высшее военно-морское ордено Красной звезды училище имени Павла Степановича Нахимова. Летняя морская практика воспитанников уже в текущем году была организована на кораблях Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. В рамках интеграции довузовских военно-морских учебных заведений в филиале в этом году было организовано совместное обучение, отдых и оздоровление наших воспитанников и Нахимовцев военно-морского училища. В настоящее время к нам в Севастополь для проведения аналогичных мероприятий прибыли Нахимовцы филиала училища из Владивостока. Продолжается наращивание учебно-материальной базы. Завершено строительство ледового катка с бассейном, летней пляжной зоны и шлюпочной базы. Благоприятное расположение филиала на берегу моря позволяет проводить шлюпочную практику не только нашим Нахимовцам, но и воспитанникам Нахимовского военно-морского училища и нашим коллегам из Владивостока. Товарищ Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации, капитан первого ранга Пискайкин, доклад закончил. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Суров Алексей Борисович, начальник Нахимовского военно-морского училища Петербург. Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации, докладывает контр-адмирал Суров. В соответствии с вашим поручением проведены мероприятия по формированию филиалов Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и Севастополе. На сегодняшний день создание системы обучения и воспитания Нахимовцев по единым учебным и планирующим документам в головном учебном заведении в филиалах завершено. Учебно-методическое руководство и координация доводовской и военно-морской подготовкой осуществляется Нахимовским военно-морским училищем. На педагогическом совете, проведённом 29 августа в режиме видеоконференц-связи с участием филиалов, определены задачи на новый учебный год по всем направлениям деятельности, выработаны предложения, направленные на обеспечение качества подготовки Нахимовцев и методическое обеспечение образовательной деятельности. В училищи и филиалах введено изучение истории кораблестроения, корабельного устава, навигации, устройства надводных кораблей и подводных лодок. Предусмотрено ежегодное проведение двухнедельной корабельной практики и морских походов, кураторства высших военно-морских учебных заведений Минобороны России и использование их учебно-материальной базой для профильной подготовки Нахимовцев. В целях реализации единых подходов к военно-морской составляющей, обучению и воспитанию, авторским коллективом Нахимовского военно-морского училища разработаны учебно-методические пособия по военно-морской подготовке и иностранному языку. Для обеспечения личностного развития воспитанников в течение учебного года спланировано проведение военно-морской игры «Вперед на Химовцы». По итогам будут сформированы сборные команды училища и филиалов, которые в июне 2017 года встретятся в финальном этапе игры в Севастополе. Значительный объем совместных мероприятий спланирован в рамках методической и воспитательной работы. Это семинары, мастер-классы, педагогические советы и заседания предметно-методических комиссий в режиме видеоконференций по вопросам преподавания учебных дисциплин. Мероприятия повседневной деятельности училища и филиалов проводятся по единому распорядку дня с учетом ритуалов и традиций военно-морского флота, включая поднятие Андреевского флага. Каждому учебному заведению вручено знамя, которое имеет военно-морскую символику. Для всех нахимовцев в училище и филиалов введена единая форма одежды. Товарищ Верховный, главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, объединение трех довузовских военно-морских учебных заведений и создание на Черноморском и Техьянских флотах филиалов нахимовского военно-морского училища позволило реализовать единые подходы к подготовке нахимовцев, усилить взаимодействие между образовательными организациями в вопросах методики обучения и воспитания. Контр-адмирал Суров деклар закончил. Хорошо. Алексей Борисович, мы для чего это делаем? Для чего мы создаём филиалы из кадетских училищ? С тем, чтобы обеспечить, как Вы сейчас сказали, единые методические подходы к подготовке воспитанников, повысить уровень преподавания до Санкт-Петербурга. А сам Петербург не должен останавливаться на сегодняшних своих рубежах, а нужно идти дальше. Для этого необходимо наладить хорошие, у вас уже есть, но тем не менее нужно это и дальше делать, контакты с высшими военными учебными заведениями страны, и Петербурга в частности, где сосредоточены основные военно-морские высшие учебные заведения. Но не только с военными. Нужно наладить прямые контакты и с ведущими гражданскими учебными заведениями страны, Петербурга и страны в целом. Воспитанники должны быть вовлечены в творчество в самом широком смысле этого слова. Без современных знаний, без современных методических подходов невозможно подготовить высококлассных специалистов завтрашнего дня для военно-морского флота. Кстати говоря, не должно быть обязаловки направления в военные, именно в военные училища. Но, конечно, нужно таким образом воспитывать молодых людей, подростков, с тем, чтобы у них возникала и укреплялась любовь к военно-морскому делу. Я очень рассчитываю на то, что вы сможете всё это сделать. Имею в виду также не только географическую близость самого Нахимовского Санкт-Петербургского училища и его филиалов к различным ведущим нашим флотам – Техоокеанскому, Балтийскому, Черноморскому. Но и надеюсь на то, что вы под руководством министра обороны сможете обеспечить хорошую практику, такую, конечно, которая соответствует уровню подготовки, знаний и возрасту ваших воспитанников. Хотелось бы, чтобы ваши воспитанники не только проходили практику на различных флотах, но и имели бы возможность вместе со своими коллегами будущими, друзьями, однокашниками какое-то время, может быть, пройти теоретическую подготовку в филиалах, а воспитанники филиалов могли бы приехать в Петербург. Это было бы очень важно для расширения кругозора ваших воспитанников, понимания того, где находится, на каком уровне находится развитие нашего военно-морского дела в целом. И, повторюсь, здесь нужен постоянный творческий поиск преподавателей и руководителей центрального заведения в Петербурге и его филиалов. Очень рассчитываю, что именно в таком ключе вы будете работать. Хочу вас и всех преподавателей Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища и его филиалов ещё раз поздравить с наступающим праздником – Днём Знания. Удачи вам! Понял. Удачи вам! Пока. Погнали. Поехали. Поехали. Продолжение следует...